Осторожно, гололед! В последнее время погода нас постоянно удивляет. То оттепель, то легкие заморозки. Опасной территорией становятся дворы и участки дорог, не имеющие собственников. За окном, казалось бы, во всю весна, но и зима пока не хочет сдавать своих позиций. Буквально вчера термометр вновь стал опускаться ниже нуля. А похолодания никогда не приходят без своего спутника-гололеда. Можно поскользнуться даже на, казалось бы, чистых тротуарах. У врачей-травматологов вновь прибавилось работы – ушибы, растяжения и переломы. Увеличилось количество переломов. Вывих в растяжении увеличилось количество на 6,5% и переломов на 2,7%. По годам, я в сравнении, 2013-2014 год, выросло количество уличных травм. С 398 в 13-м, 343 в 14-м и 379 в 15-м. То есть на 15% уличный травматизм вырос. Ну, я так полагаю, что учет сейчас ведется у нас с января месяца по улицам. Острая боль и отек – вот два главных симптома перелома. И в этом случае нужно незамедлительно обратиться в больницу. Если раньше на вызов 03 отвечали операторы, то сейчас на телефоне сидят фельдшеры, которые с легкостью могут вас проконсультировать. Тем более, что травпункт работает круглосуточно. Кстати, первую помощь оказать пострадавшему может и сама природа. Природа все придумала хорошо. Вот на улице снег, гололед, лед. Из-за этого льда мы получаем травмы, падаем. Вот этот же лед, он лечебным действием обладает. Покой и холод. То есть мы накладываем повязку на эту конечность и максимально держим холод. Целлофанную пакет набираем этого же льда или снега и держим. Боль проходит, отека нет. И человек спокойно может добраться до травмпункта, до травмоотделения, где ему окажут помощь. То есть ни мази, ни кремы, ни в этом случае даже какие-то спасатели глупые. Это не надо ничего. В такое время года очень часто наша обувь превращается в настоящие коньки. Упасть можно в любой момент. Группа физиков пришла на помощь человечеству и разработала оригинальный вариант резиновой подошвы ботинок, которая сохраняет стабильность и не скользит даже при сильнейшем гололеде. Для такую обувь стоит обратить внимание всем жителям республики. Особенно горожанам с юго-западного района города Чебоксары и с улиц Мичмана, Павлова, Горького и Университетской. Ведь именно оттуда очень много обращений с ушибами. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика.